Как в Java используются дженерики? Что нового привнесли? Поговорим о стандартной библиотеке, узнаем, какие вообще коллекции бывают, как их использовать, зачем, какие стандартные API существуют для коллекций и вообще, как с этим всем живется в современном мире. Отметьте, пожалуйста, на портале, можете оставлять ваши отзывы. И подготовьте лекцию. Все. Соответственно, ссылка на репозиторий. Вы фетчите наш upstream, дальше чекаутите лекцию номер 3, переходите в директорию и открываете Gradle проект. Сейчас я покажу, как он сейчас выглядит у меня. Что тут есть? Лекция 3, проект Gradle. Можете, например, видеть файл, который называется build.gradle. В нем находятся несколько деклараций, несколько тасков. Например, dependencies, check style, jar и repositories. О некоторых из них я уже говорил, остальные будут освещены на сегодняшней лекции. И в итоге у нас должно уже сформироваться понимание того, как Gradle работает и как работает с зависимостями, которые подтягиваются к нам в репозиторий. Поехали. Открываем проект и начинаем работать вместе со мной. Итак, с чего мы начнем? Сначала посмотрим, как затащить в наш Gradle проект и, соответственно, в мир Java сторонние зависимости. Зачем это нам нужно? Во-первых, для того, чтобы заиспользовать у нас код, который уже был кем-то когда-то раньше написан. Потому что писать что-то с нуля в последнее время, да и не в последнее время, вообще никогда не было хорошей идеи. Если у вас есть возможность поиспользовать чужой код, который уже написан, который уже как-то верифицирован, не стесняйтесь, делайте это, используйте. Возможно, кто-то вам говорил, что STL — это очень плохая вещь в C++, ужасная библиотека. Знаю, бытуют на ВМК такие понятия. Ну, в общем, вы можете слушать это очень аккуратно, потому что все равно все ее используют. Потому что никто не хочет тратить время на то, чтобы разрабатывать эти вещи и набивать шишки самим. Посмотрим, как затягивать такие зависимости. Посмотрим, как работает безопасная Java. Что такое механизм эксепшенов? Как возможно от них восстановиться после того, как мы словили какой-нибудь эксепшен? Что это вообще такое и какая механика внутри? Дальше, собственно, будем разбираться с дженериками, с коллекциями. И в конце осветим то, что будет дано на вторую домашнюю работу. Большую. Поехали. Конечно, вы можете добавлять любые зависимости с помощью ваших рук. То есть напрямую есть такая переменная среды ClassPass, куда вы можете подложить пути до ваших jar-файлов. Jar-файлы, как мы помним с прошлой лекции, да и с позапрошлой, это какой-то пакет Java, собранный, в котором есть доступ к скомпилированному байт-коду. Так вот, вы можете просто скачать какую-то библиотечку из интернета, подложить ее в свой ClassPass и спокойно начать использовать. Ваша IDE даже может вам сказать, хотите добавить какую-нибудь библиотечку в ClassPass, укажите ее путь, путь до нее в вашем файлике, в каком-нибудь локальном хранилище или еще где-нибудь. Но так никто не делает. Ну, практически никогда, точнее. Не делают потому, что большинство проектов и большинство кодовых баз уже где-то выложено. То есть хранится в бинарных репозиториях где-то в сети. И у вас есть к этому прямой доступ. Благодаря этому, ну и не только, появились такие средства сборки и средства подтягивания внешних зависимостей, как Gradle, Maven, Ant, Ant и прочие другие. Их достаточно много. Некоторые из них отмирают, некоторые остаются, появляются новые. Самое распространенное место, где хранятся бинарные репозитории, это Maven Central. Это, точнее, не бинарные репозитории, где хранятся бинарники, они хранятся в бинарном репозитории Maven Central. Собственно, Gradle берет и менеджит эти зависимости, как-то их складывает в класс пасс самостоятельно или что-то еще делает, мы этот момент опустим. Но снимает с вас необходимость вообще думать о том, что там происходит. Ваша задача всего-навсего продекларировать некоторые зависимости. Вот, например, видите, у нас есть задача dependencies в нашем файлике build.gradle из третьей лекции. И давайте построчно прочитаем, что там написано. Есть какие-то декларации. Compile, group, name, version, бла-бла-бла-бла-бла. Что мы подтягиваем таким образом? Мы подтягиваем какой-то артефакт slf4g API версии 1.7.25 из группы org.sla4g. Это полный идентификатор вашего какого-то пакета. Идентификатор внутри Maven Central. Например, вот здесь еще подтягивается junit. Мы это уже с вами видели. То есть он тянется из группы junit с именем junit. И, соответственно, версия 4.4. То же самое сделано и для log4j. Первые две зависимости нужны нам для логинга. И мы сейчас будем с ними разбираться. Ну, точнее, для логирования. Есть те, кто вообще понимает, что такое логирование и как это все примерно устроено, зачем это надо? Хорошо. А каким логированием вы раньше пользовались? Кто-нибудь? Кто как логировал? Вот давайте. Дебаг-лог. Дебаг-лог. А что такое дебаг? Как только есть такое событие, мы вводим лог. А в какой лог вы вводите? Стандартный поток вывода? Ну, или ошибка. Или стандартный поток ошибок. Чем это плохо? Чем плохо работать со стандартным потоком ошибок? Могут быть ошибки не то, что мы хотим записать в этот лог, а сами ошибки. Какие-нибудь исключения еще? Ну, давайте пойдем с самых азов. Плохо работать со стандартным потоком вывода. Во-первых, потому что вы можете не получить к нему просто доступ, если дебажьте или смотрите какое-то приложение на вашем серваке. Ну, то есть это уже как бы шоу-стоппер. Во-вторых, у вас нет системы менеджмента нормального, стандартного потока вывода. Вы, конечно, можете написать там у себя что-нибудь и перенаправить его куда-то, но для этого нужно что-то еще дополнительно делать, скорее всего, в баше. Вы можете с помощью каких-то систем менеджмента логирования настраивать разные уровни логирования. Настраивать разные системы, в которые будут хранить ваши логи. То есть вы как можете и в стандартный поток вывода их выводить, так вы можете спокойно их в какое-то хранилище засовывать, например, через какой-нибудь эластич-серч в Кибану и смотреть там. Вот. Но это все лирика. Давайте посмотрим вообще, как мы будем работать с нашими логерами. Вот мы добавили две зависимости, первые две строчки, если не считать комментариев. Давайте смотреть, что здесь есть. Во-первых, slf4g — это такой API или интерфейс, который просто нам дает какой-то логер. Соответственно, если это интерфейс, то может быть какое-то множество имплементаций. Работаем мы с этим интерфейсом, чтобы не разглашать фактически всему нашему приложению детали реализации нашего логера. И работаем с помощью этого API. Как мы тут видим, у нас подключается какой-то логер через логер factory. И в дальнейшем есть вывод log.info, то есть сообщение уровня info, и что-то там вызвано. Так вот. А для того, чтобы выбрать имплементацию, то есть в качестве имплементации нашего логера, мы в свою очередь выбрали log4g2. Это такая библиотека логирования. В принципе, вам сейчас, наверное, ее название большинству ничего не скажет. Мы выбрали ее, потому что нам кажется субъективно, что она наиболее стабильная, по крайней мере, в нашем представлении. И ее достаточно просто конфигурировать. В данном случае она конфигурируется через такой файлик log4g2.properties. Что такое properties-файл? Это такие декларации, что-то равно чему-то. Каждая декларация на своей строке. То есть все достаточно просто. И вот log4g2.properties должен быть добавлен в папочку с ресурсом вашего проекта. Но это мы чуть позже увидим. Давайте теперь вернемся к нашей Java. Есть такая идиома, что если что-то в вашей программе может пойти не так, это пойдет не так. Вы можете потерять connection с каким-нибудь сервером. У вас может быть неконсистентное состояние объекта. Вы можете вывалиться по out of memory, если что-то неприлично много аллоцировали. И вы можете просто не найти какой-нибудь файлик в вашем хранилище или не найти какую-нибудь табличку в базе. В реальном мире такие проблемы встречаются каждый день много раз на каждом сервере. Вам нужно с этим что-то делать, потому что стабильность работы вашего, по крайней мере, бэкэнд-приложения всегда должна присутствовать. То есть сейчас распространены сервисы, которые работают на четырех девятках. То есть в год у них простое, не больше там одной десятитысячной процента времени. А это, ну, считайте, меньше часа, если я правильно могу посчитать. Что это значит? Вот за весь год вы можете на час опустить ваше приложение. Давайте подумаем, а что можно за этот час сделать? Ну, наверное, если вы не предпримите никаких усилий по проектированию архитектуры, за час вы сможете развернуть только свое приложение. То есть там на все сервисы его повесить и вот прочее-прочее. Поэтому в продакшене, как правило, приложение не останавливают. Или останавливают очень осторожно. Так вот, это значит, что у нас просто не отведено время на SLA, если мы падаем по каким-то эксепшенам или если у нас просто руки кривые. Мы на это не закладываемся. Поэтому нам нужно как-то обезопасить наших админов и себя, и свои ночи, вот самих же себя. Поэтому есть механизмы, которые помогают нам восстанавливаться от критических состояний системы. Давайте поговорим о том, как можно вообще восстанавливаться. Допустим, что-то пошло не так. Мы можем reconnect сервису сделать. То есть если он был недоступен минуту назад, сейчас мы можем попробовать снова. Возможно, он уже переподнялся. Мы можем пофиксить состояние какого-то объекта. Мы можем освободить какую-то часть памяти, если у нас пошла, ну не out of memory, но если мы видим, что памяти занято уже много, и вот скоро все пойдет не так. Мы можем пересоздать файлик, если не нашли его. Мы можем когда-то прописать дефолтные значения, если не нашли какие-то значения у себя в каких-то хранилищах. Или же мы можем просто забить на это все, отменить операцию и вернуться к состоянию, которое было до того, как мы поймали какую-то критическую ситуацию. Так вот, Java предоставляет механизм обработки и прокидывания эксепшенов на уровне языка. То есть есть специальный синтексис, который позволяет нам возбуждать эксепшены и их хендлить. Вот тут собрались люди, которые раньше писали на C++. Вы с эксепшенами там работали? Работали? А вам нравятся они? Ну то есть не нравятся. Я не сильно погружен в мир C++, но, насколько я знаю, от многих друзей-разработчиков, которые в том числе и компиляторами занимаются, и другими задачами на плюсах, мне очень-то и принято поставил гайдом использовать эксепшены в этом языке. Вот. С точки зрения Java здесь они повсеместны. И, с одной стороны, это очень приятно, потому что все критические ситуации уже продекларированы в именах, ну, точнее, в сигнатурах методов. Они прописаны, методы могут с rows, что-нибудь там. Но на деле все не так радужно. Вообще все эксепшены в нашем иерархии, все исключения, берут свое начало с такого, с такой сущности, как с rowball. И наследует ее. Есть ошибки, есть эксепшены. То есть, error, exception. Исключения делятся на две такие большие группы. Это checked исключения и unchecked. Что это значит? Есть исключения, которые вам обязательно проверить, а есть исключения, которые не обязательно. То есть, unchecked проверять не обязательно. Мы сейчас с вами убедимся. Из того, что вы могли видеть, когда вы используете какой-нибудь метод, ваше IDE вам сразу говорит, давайте я оберну вам его в try-catch-блок, и дальше вы там что-нибудь поймаете, исключения. Например, когда вы открываете файл. Файл вам выбросить может в file not found exception. Это исключение, которое является checked исключением, то есть его ловить обязательно. Беда тут в том, что многие разработчики любят делать так. Вот. Вам сказали, что нужно поймать это исключение? Ну, они берут, пишут там блок, который его ловит, а в нем ничего не делают. Просто опускают какие-то любые декларации. То есть, фактически просто зря написали несколько строчек кода. Но этого потребовала от них Java. Вот. В этом плане есть некоторые недостатки у такой системы. Сейчас мы на коде убедимся, что там как. Вот. А видели вы, скорее всего, до недавнего времени по большей части unchecked исключения. Например, null pointer, array index of bound, если вы промахнулись мимо границ массива и прочее, прочее. Ну, с null pointer, я надеюсь, уже почти все столкнулись. Вот. Как распознать то, что у вас exception checked или unchecked? Тут все довольно тривиально. Есть throwable наследует такая штука, как error. И все, что наследует error, это unchecked. И еще такая маленькая штука, как runtime exception. Вот это все unchecked. Все остальные исключения нужно ловить. Давайте посмотрим поближе, что такое throwable. Это суперкласс всех ошибок и exception. У него есть несколько конструкторов. Я не уверен, что здесь перечислил все, но большинство. Как видим, здесь можно сделать следующее. Можно с какой-то сообщения отправить throwable, можно отправить другой throwable. Что это значит? Это значит, в первую очередь, что exception можно заворачивать друг в друга. То есть вам недостаточно уровней вложенности. Вы поняли, что нужно сделать еще один exception, вложить тот exception в него и выкинуть его дальше, например. Что-нибудь типа того. Также у нас есть еще несколько методов. Например, getStackTrace, getMessage и getCourse. Вот самый важный для нас это getStackTrace. Когда с вами случается при запуске приложения какое-то unchecked исключение, которое доходит до самого верхнего уровня, то есть до блока main, до функции main, у вас в стандартный поток вывода вываливается какой-то StackTrace. Выглядит он примерно вот так вот. StackTrace. Это значит, что у вас было возбуждено какое-то исключение, и когда это все долетело до самого верхнего уровня, ну, ничего не осталось, кроме как завершить приложение и напечатать StackTrace наши ошибки. Вот у меня есть в репозитории такой классик HelloWorld. Здесь есть декларация main, есть такая функция getHelloWorld. Вам эта штука должна быть уже знакома. Мы видели ее на предыдущей лекции. Сейчас я это все найду. HelloWorld. Вот, смотрите, я открываю в нашем приложении. Это все в нашем проекте. Что тут есть? GetHelloWorld нам кидает null pointer reception со словами «Ой, все». И мы пытаемся все это вывести в стандартный поток ввода system.out.println в блоке main. Давайте я сейчас это запущу. Вы можете делать это со мной. Что мы увидим? Увидим то, что написано на слайде. Exception in thread main, то есть в потоке main у нас null pointer, все как продекларировали. И дальше фреймы вложенности. То есть что у нас сначала? У нас сначала пошло на выполнение main. После main запустилась getHelloWorld функция. Если бы там еще была какая-то вложенность, мы вот так бы это все и писали. До того места, где на самом деле это что-то произошло. Ну, то есть классический стэк, если в него что-то класть. В данном случае кладутся фреймы, код фреймы. А когда мы из функции, соответственно, выходим, фрейм затирается. И мы кладем новый. Давайте теперь разбираться со структурами, которые позволяют нам делать exception handling. То есть ловить и обрабатывать exception. Стандартная достаточно структура try catch finally, где catch могут быть в множественном числе или отсутствовать. В каждом из блоков, например, try или catch, у нас есть возможность поместить один или несколько стейтментов. И дальше продекларировать то, какие exception тут могут выпадать. Соответственно, когда в блоке try будет возбужден какой-то exception, у вас механизм выбрасывания исключения попадет в какой-то из этих catch-блоков, если это исключение продекларировано в них. То есть если у вас выкинулся exception, и у вас есть, например, здесь catch null pointer exception, вы в него попадете. Если же его нет, то вы в него никак не упадете. Но здесь один нюанс. Вот скажите мне, если я хочу ловить все исключения, любое исключение, которое попалось бы мне в блоке try, что бы мне следовало здесь написать, что бы ловить? Вот как вы думаете? throwable, соответственно, вы, наверное, уже поняли, что здесь действует какое-то наследование. То есть если какой-то exception является сущностью чего-то, то есть throwable, сущностью того, что здесь продекларировано, но он поймается. Соответственно, есть один нюанс. А вот представьте, что первой строчкой мы продекларировали какой-то catch throwable, а вот во втором catch мы сделали catch null pointer exception. Как вы думаете, что будет происходить в таком приложении, в таком куске кода? То есть первая декларация catch throwable, вторая декларация catch null pointer exception. Что это значит для нас? Мы никогда не попадем во второй блок, совершенно верно. А это значит, что это мертвый код. Так вот, Java вам не даст так сделать. Она вам сразу скажет, что, извини, чувак, вот этот код недостижим, так писать нельзя, это ошибка компиляции. Из этого есть достаточно простое следствие. Вы не можете декларировать вложенность вот этих. Если вы, например, ловите здесь throwable, то дальше уже ничего нельзя поймать. Из этого следует то, что сначала нужно выписывать более частные исключения, а только потом более общие. И ловятся они сверху вниз. То есть сейчас мы это увидим на примерах. Смотрите, у нас есть какая-то переменная. Мы говорим, что, ну, возможно, это интеджер. И пытаемся сделать следующее. Интеджер, parse int и вот эта переменная. То есть пытаемся сделать из стринги какой-то, какой-то интеджер. И возвращаем это значение. Соответственно, здесь у нас есть вылавливание некого exception type. Если что-то пошло не так, мы возьмем, все это залогируем, как показано с использованием log4j, и вернем дефолтное value для нашего int. А могло оказаться еще так, что мы здесь как-то коннектились к нашей базе данных. И тогда в блоке finally мы должны этот коннекшен закрыть. То есть finally блок нам служит для того, чтобы в конце вот этого всего действия обязательно выполнить какие-то операции. Если вы работали здесь с базой данных, подключались, пожалуйста, закройте коннекшен. Если вы работали с файлом, пожалуйста, закройте доступ к файлу и прочее, прочее, прочее. Как это работает? Возбуждается исключение. Дальше в каком-то кетче оно ловится. И после этого срабатывает блок finally. Если исключение возбуждено не было, то блок finally все равно сработает. Тут студенты любят задавать такой вопрос. Сережа, а что будет, если вот мы в try-блоке написали return и в finally-блоке написали return? То есть вернули значение и там, и там. Что победит? Это вам на домашнее изучение вопрос. Кстати, часто на совеседу у них тоже спрашивают. Давайте теперь разбираться на примерах. Так, у нас есть такой пакет true.atom.exception, и нам нужно 4 вещи понять. Как работает try-catch-finally, как работает catch-is-rolls декларации, то есть как можно выбросить самим исключение, как работает множественный catch-и, и что такое try-with-resources. Это структура, которая появилась в Java 7-й версии. Давайте смотреть простые вещи. У нас есть декларация такой вещи, как base exception. Тут нет вообще ничего сложного. Здесь просто какая-то штука дописывается в суперконструктор. То есть base exception и еще какой-то message. Напоминаю, что вот этот супер — это обращение к конструктору exception. Что это значит? Что у нас есть в exception по крайней мере один конструктор, который принимает string. Но мы можем убедиться, если перейдем туда. Вот будет вызван такой конструктор. В свою очередь он вызывает еще один суперконструктор. Он от throwable. И throwable тут как-то обозначен. Соответственно, это такой же обычный классик. Если у вас будет желание, можете вообще почитать, что там написано. Тут есть кое-что интересное в описании методов. Но вернемся к нашему base классу, base exception. Еще у нас есть такая штука, как sub exception. Соответственно, мы отнаследовались от базового исключения, дописали туда что-то. И в данном случае вот этот суперконструктор. Какой конструктор будет вызывать? Какого класса? Что? Base exception. Base exception. Хорошо. Так, пойдемте теперь в exception handler. Здесь написано какая-то логика. И на нее есть тесты. Смотрите, что здесь есть. Во-первых, есть декларация логера. Не стесняйтесь ее забирать себе, если будете декларировать логеры для каких-то своих целей. Что мы тут видим? В качестве имени логера было передано имя класса. То есть это exception handler.class. Это сделано для того, чтобы если исключение у вас где-то выпадет, вам было бы… Точнее, если будет выполнено логирование, вам бы было просто очень потом понять, а вообще откуда взялся этот лог. Классический такой прием. Давайте смотреть теперь метод simple handle. Что тут происходит? У нас возбуждается исключение. Проблема в exception handler simple handle. Бла-бла-бла. Если поймается исключение, пишется error. Если… И в блоке finally пишется… Пишется final section. Давайте я это запущу. Ой, я это не запущу. Я в тесты пойду. Exception handler test. Вот simple handler. Запускаю это, чтобы вы поняли, что я вас не очень обманываю. И вот что мы здесь видим. У нас… А как это запустили? Я пошел в папочку тестов, нажал на него и запустил. Нажал второй кнопочкой мыши, если это поможет. Смотрите, что я здесь вижу. Есть error у меня. Он находится… И дальше. Error пишет мне. Ru, atom, exception, exception handler. Это он мне говорит имя логгера, который его выписал. Дальше он мне говорит sub exception. Я вам не могу это показать. У меня поехала верстка. Sub exception. exception, дальше exception handle, simple handle. И потом уже развертывает base exception, и вы видите stack trace. Соответственно, в этом stack trace есть интересные вещи. Во-первых, вы можете видеть, что происходит после того, как junit запустит ваш тест. Тут куча методов на самом деле. Выполняется, выполняется куча методов, и только где-то вот здесь в конце у вас ваш тестик. То есть запуск junita — это все-таки какая-то работа, а не просто ваш метод подергали, и что-то произошло. Так, возвращаемся в наш класс exception handler. Смотрите, погнали дальше. Exception thrower метод. Тут есть у нас integer, это null. Мы пытаемся сделать ему toString, и ожидаемо тут падаем с null pointer exception. Надеюсь, ни у кого это не вызывает никаких вопросов. Давайте запустим тест. Давайте запустим тест. Тест exception thrower он называется, если я не ошибаюсь. Да. Мы анализируем в этом тесте, какой у нас будет assertion, точнее, message у нашего exception. Мы видим, то есть, что наш message совпал с base exception, sub exception, handle NPE. То есть, надеюсь, это понятно, что происходит. Если кому-то непонятно, задавайте вопрос прямо сейчас. У нас было возбуждено исключение, и его поймали. Дальше. У нас есть multiple catch. Он берет на вход какой-то throwball и дальше его пробрасывает. Мы видим, что декларация пробрасывания делается через throw throwable. То есть, бросить какое-то исключение. Если бы нам пришлось тут… А, вот. Как здесь NPE бросить, например? Что бы вы делали, если бы я захотел, чтобы вы бросили здесь null pointer exception? После throw что бы вы написали? Нет, не null pointer. Throw new null pointer exception, потому что нам его еще надо создать. А потом только мы бы его уже пробросили. То есть, если вы хотите декларировать какое-то исключение прямо вместе, вот нужно писать вот как здесь сделано. Throw sub exception. Все. Итак, что мы видим здесь? Есть три catch-блока. Первый ловит base exception, второй exception, третий throwable. Соответственно, вы можете видеть, что все они расположены по иерархии. А теперь давайте я их поменяю местами чуть-чуть. Так, поменяем местами. Поменяем местами exception и base exception. На что мне IDE сразу говорит. Чувак, у тебя уже предыдущий catch-блок ловит то, что ты сейчас продекларировал. Не делай так. Частью, здесь нам очень помогает компилятор. Тест запускать не буду уж. Запустите его сами, тест на multiple catch throwable. Давайте теперь более интересными вещами займемся. У нас есть теперь… Процесс закончился с кодом 0, пишет тест. А у тебя там слева еще должно подсвечиваться все зеленое, да? А теперь ты иди в тест и смотри, что там тестится. То есть если все прошло хорошо, то это значит, что все ассерты сработали так, как надо. То есть ладно, давайте разберем. Multiple catch, правильно? Смотрите, multiple catch ожидает, что когда вы будете в вашем методе multiple catch выбрасывать sub-exception, у вас будет вот такая вот строчка. Assert equals написан. То есть вот все эти ассерты должны выполниться, иначе у нас тест не пройдет. То есть если я напишу тут какую-то бяку еще в начале в multiple catch тесте, он у меня упадет, потому что, ну, скажет мне, смотри, вот у тебя expected value вот такое вот, какая-то хрень, а ожидаемое — это base exception, вот все такое. И он упадет. Ожидаемо абсолютно. Так работает g-unit. Погнали. Что у нас теперь делается? Мы решаем прикладную задачу. Хотим прочитать файлик. Точнее, прочитать его содержимое. Вот у нас есть функция read one line from file. Ну, название, надеюсь, говорит само за себя. Получаем на вход мы какой-то файл-нейм, и с ним пытаемся что-то сделать. Смотрите. Не будем вдаваться в подробности, как работает I.O. в Java. Это мы изучим чуть позже. Но что мы делаем? Мы создаем какой-то файлик, пытаемся для него взять какой-то ридер. Создаем ридер по этому файлику и пытаемся читать. Но вот такие дела. Говорят, что вот ваш ридер, вот read line метод, выбрасывает... А вам не видно вообще, когда я выделяю вот так вот? Или там все белое? Тогда я буду аккуратно выделять. Вот. Метод read line выбрасывает input-output exception. Это его декларация. Это значит, input-output exception у нас обязательный к обработке, обязательный к обработке exception. И нам нужно его поймать. Поэтому что мы делаем? Поэтому мы пишем catch-блок на catch.io.exception. Теперь смотрите, что будет, если я его не напишу. Что мне говорят? Вот. У тебя есть unhandled exception. И дальше я могу спросить и DE мою. А какие ты предлагаешь мне варианты для того, чтобы это починить? И она мне такая говорит. Что? Я нажал на функцию smart suggest, если я не ошибаюсь, она называется. У меня это option enter. Она мне говорит. Смотри, я могу добавить catch-блок. И она мне может его добавить. Второй вариант. Что можно сделать? Можно пробросить это сообщение об exception дальше. И как вы думаете, что сгенерить сейчас? Изменится название функции. Ну, не название. Изменится немножко сигнатура. Функция начнет выбрасывать input-output exception. Вот. То есть в стандарте у нас есть, по крайней мере, две возможности, что сделать, если мы не хотим ловить exception. То есть мы можем либо, если мы не хотим ловить exception, мы его можем отдать тому, кто нас вызвал со словами «я ничего не знаю, давай ты сам с этим будешь разбираться». Или мы можем взять на себя ответственность и обработать. Но тут важный момент в том, что если вы на том уровне абстракции, на котором работаете, не можете ничего сделать с этим exception, не надо его обрабатывать. Смело пробрасывайте дальше. Но если вы можете, не отдавайте его. Итак, а вот теперь finally block. Интересный момент. Смотрите, тут где-то вверху мы взяли и инициировали чтение. То есть что-то положили в буферт-ридер. А теперь мы хотим закрыть буферт-ридер, чтобы прекратить чтение. То есть поток инициирован, открыт, и надо его закрыть, соответственно, когда мы перестали пользоваться ресурсом, чтобы дать другим процессам возможность с ним работать. И что мы делаем? Если у нас ресурс какой-то есть, мы берем и его закрываем. То есть все, мы закончили. Забавно то, что операция закрытия ресурса тоже может выбросить вам exception. То есть и exception. Но и в данном случае вы уже ничего не можете сделать с ним. Ну вы уже в finally block, и просто ничего не сделаешь, если такое случилось. Для таких кейдж-блоков есть специальные, алгоритмы именно, ну точнее, специальная договоренность, что такие exception помечаются словом ignored. Как вы уже, наверное, знаете, у нас есть check style. Так вот, если вы вот так будете обрабатывать свои исключения и не напишите декларацию этого exception как ignored, а напишите там какой-нибудь e или другое имечко дадите, и не будете его обрабатывать, то вы по check style и упадете. А это мы сделали для того, чтобы вы осмысленно более-менее ловили исключения или осмысленно на них реагировали. Так вот, видите эту портянку кода? Выглядит отстойно, да? Я тоже так подумал, когда Java впервые увидел. Благо, чуть позже была внедрена другая конструкция. Называется она try с ресурсами. Что тут происходит? Вот этот весь finally block, он для ресурсов, которые могут быть открыты и закрыты, соответственно, ну чаще всего закрыты, и это нас волнует. Он оборачивает специальный такой синтаксис. В скобочках мы делаем, мы декларируем ресурс и дальше делаем readline. Вот тут что-то происходит, и мы какие-то сообщения обрабатываем в том числе. Но где-то там под капотом еще выполняется вот такой примерно finally block, то есть мы развернем вот эти все исключения, точнее мы проверим наш буфер на равенство-неравенство на allu, и дальше его закроем, если все хорошо пойдет. Вот, примерно вот это под капотом у try with resources. Соответственно, открываете connection в базе данных, открываете файл на чтение, открываете любой ресурс, который можно закрыть, используйте такую конструкцию, если вам позволяет то, что вы делаете. А давайте теперь у меня к вам вопрос. Сейчас, секунду. А какой ресурс можно закрыть? Как мне определить ресурсы, которые можно закрыть? Интерфейс, один закрытый. Такой, так. Наверное, closeable какой-то есть. Ну, практически. Есть такой интерфейс auto-closable. Соответственно, у него есть одна функция такая, close. И мы можем посмотреть имплементацию этого интерфейса. Их просто дофига. То есть, чего только закрыть нельзя в этой вашей Java. Соответственно, можете по ним пройтись, посмотреть, что там. Не так интересно, но вот соединение к базе данных, поток ввода-вывода можно закрыть. Остальное вы сами, наверное, найдете в ближайшее время. Вопрос какой был? А где вы потом в трайсе, которые закрыты? В каком? В трайсе с ресурсами? Да, но мы когда же есть one, two файл, then you wait. Так вот, фактически, неформально, если рассуждать, то вот у нас при компиляции в конец этого файлика будет дописан примерно вот такой блок кода, finally. Просто это такая языковая конструкция. То есть у каждой языковой конструкции есть какое-то назначение. У вот этой это как раз безопасное закрытие ресурсов, которые подаются вот в круглой скобочке. Ну просто тут там написано, google reader, точка close, а здесь в трайе нигде не написано, что он будет. То есть вот там и не нужно ничего писать. Там не нужно ничего писать. То есть смотри, у тебя… В чем трайе отличается? В первом трайе сразу идут фигурные скобки. Да? Видите? Фигурные скобки вот здесь. А во втором трайе идут еще круглые скобки. И в этих круглых скобках декларация newBufferTreader от файла и всего вот этого. То есть то, что мы декларировали здесь строчка в районе 50, буферTreader равно newBufferTreader, теперь перешло в блок, где определяются ресурсы в этом трайе с ресурсами. Стало понятно? Ну, Ивка. А если у нас больше, чем один ресурс? А если у нас больше, чем один ресурс, мы можем спокойно здесь поставить какую-нибудь точку с запятой или запятую, я не помню синтексис уже. Точку с запятой, по-моему. И продекларировать, например, то же самое. Вот. БufferTreader. Сейчас я сделаю еще один. БufferTreader. Один. Вот, смотрите. Теперь у нас два буферTreader тут открыто. То есть просто обычная декларативная. Две декларации прописали, и они у вас выполнились каким-то образом. А с какой джавой это работает? Это начиная с семерки работает. То есть если вы любите Android, не запоминайте. Окей. Надеюсь, с исключениями разобрались. Сейчас мы будем их достаточно часто встречать в коде. Вы можете позапускать еще раз тестики, посмотреть, как это все работает. Например, вот есть тест, который работает с read one line from file. Вот мы его сейчас… я сейчас его запустил. Там что-то работает. И он хорошо завершился. А теперь смотрите. Он берет какой-то ресурс из нашего приложения, из папочки ресурсы. Или из папочки тест. Сейчас посмотрим. Вот из папочки тест ресурсы. Тут есть файл to read. А давайте… У кого есть какие предположения, что будет, если я удалю этот файл? Вот я его удаляю и хочу запустить тест. Точнее, ладно, я буду не таким жестким, я его переименую. Так, где тут у нас ренейм? Что будет? Какие предположения? Кто за то, что все сработает? Кто за то, что выкинется exception? А давайте какой exception? File not found. Давайте посмотрим. Итак. Не совсем. Выкинулся null pointer exception. Давайте разбираться, почему. Есть такая строчечка get resource, get pass. Так вот, мы где-то в нашем каталоге пытаемся найти ресурсы. И get resource в данном случае выдал нам null. Потом мы попытались у него извлечь get pass. То есть от ничего pass, соответственно, не смогли извлечь. А теперь смотрим, как такое вообще произошло. Если у вас встречается какой-то null pointer, разумно проанализировать ваши вызовы. Что происходит? И вот здесь вам портянка написана того, как и что происходит. И говорят. Вот это пример хорошей документации. Говорят, что этот метод выбрасывает. Есть декларация в java.docе блока с rose. Вам ничего не видно. Что же за дела такое? Да, я сейчас тему включу. Так вот, есть тут деклара... Или давайте сейчас я договорю. Мы закончили почти. А потом тему новую включу. Здесь есть null pointer exception, соответственно. Я нахожусь сейчас в файле java.lang.class. Null pointer exception выбрасывается, если нет имени или оно... Если имя равно null, или мы ничего не нашли. Вот, видите, декларация выбрасывания null pointer exception. Вот. Если бы у нас этот файл был где-то на диске, и мы бы его пытались читать из диска, то, скорее всего, был бы файл not found, если бы мы такое провернули. Кто сталкивался с тем, что такое обобщенные типы в каких-либо языках программирования, дженерике и прочее-прочее? Вас мало. Но тогда давайте мы чуть-чуть подробнее это разберем. Давайте посмотрим, что бы было в мире, где не существует такого понятия. Например, нам нужно какой-нибудь тип коробки сделать или то, что можно назвать в раппером. Есть у него два метода — getSet и какое-то полюшко, где лежит тип object. Мы хотим класть в эту коробку все, что угодно, поэтому у нас нет возможности объявить это чем-то другим, как объектом, потому что это корневой класс в Java. А что мы не можем положить в этот тип box, если мы хотим класть туда все, что угодно? Что не можем? Примитивные типы не можем, потому что они другие. А теперь проблема. Смотрите, мы взяли, создали box, положили туда какой-то замечательный контент. И где-то в далекой галактике мы пытаемся вызвать этот контент, достать контент. И вот что плохо, а мы вообще понятия не имеем, что это такое. То есть если там строчка, то есть стринга, мы ее достанем, и нам тут честно придется писать cast, то есть кастить какой-то объект к типу string. А это небезопасно. То есть у нас здесь может вылезти как раз класс castException, все пойдет не так, и мы сломаемся. Поэтому мы весьма вероятно не можем использовать какой-то такой способ создания объектов раппера. Нам нужно что-то получше. К счастью, эту проблему решили в нашем языке. Давайте разберемся, что вообще такое дженерики. Вот это пример классического дженерика прямо с самоучителя Oracle, ну, или с документации Oracle. У нас есть какой-то тип box. В этот тип box кладется некая T. Для нас T — это будет каким-то синонимом типа, с которым работает эта коробка сейчас. И, соответственно, мы можем ввести новые декларации. Set T и get, который возвращает тип T. В свою очередь, T должен быть каким-то образом передан при создании нашего объекта. Вот можем здесь посмотреть на использование. В данном случае создание box с типом string. Итак, получается, что если мы создаем box с вот этим типом string, то есть дженерик типом string, то где-то уже дальше по коду мы можем полагаться на то, что из него будет вытащена именно строка, потому что здесь будут работать привидения. Давайте посмотрим, какие свойства есть у дженериков Java и зачем это вообще в принципе надо. Одно из первых свойств — это то, что у нас есть возможность объявлять какие-то general purpose алгоритмы, то есть то, что будет работать с разными вещами, ведущими себя примерно одинаково в наших реалиях. То есть, например, сортировка массива. Нам на самом деле все равно, что там будет лежать. Нам важно, чтобы это можно было сравнивать. То есть вот это все можно привести к дженерик типам. То есть у нас есть методика сравнения. Методика сравнения, если у нас общая для всех, например, чисел или всех каких-то еще объектов в другой природе, мы можем сделать это через вот такие дженерик типы. Второе. И вот это очень важно, что это использование дженериков позволяет нам ограничить, точнее, даже избавиться от большинства бесполезных кастов, то есть явных привидений типов в нашей программе. Важно то, что на самом деле все эти привидения будут работать где-то под капотом у Java, когда это все будет выполняться. И, наверное, то, что обязательно запомнить нужно в сегодняшней лекции. То, что дженерики есть только на этапе компиляции. Информации о них отсутствует в рантайме. То есть вы не можете знать, чем вы параметризовались в рантайме. Точнее, можете, но это все очень сложно узнать. Но в общем случае это недоступно. И вот сейчас мы разберемся, почему. В частности, могу сказать, что называется эта штука type-resure, то есть механизм затирания типов. Разберемся с ней чуть позже. Определение дженериков, соответственно. Берем класс, дальше ставим треугольные скобочки, перечисляем там несколько типов. В дальнейшем можем эти типы использовать внутри этого классика. Так же, как это делалось с боксом вот здесь. Можем вот так T делать, вот так. Вертим, как хотим. Соответственно, тут то же самое, только с тремя T. И можем еще создать дженерик метод. Это довольно узко распространенный паттерн в Java, но они тоже встречаются. Просто заметьте, как они декларируются. То есть объявляется дженерик тип, и дальше его уже можно использовать в телефункции. Соответственно, вот есть передача в логер этого T. Тут есть ссылка на документацию. Я буду вам рассказывать про дженерики по верхам достаточно. То есть во многих аспектах придется разбираться самим. К счастью, дженерики работает, как уже я говорил, на этапе компиляции. То есть если у вас достаточно умная IDE, и вы можете читать сообщение от нее или сообщение от компилятора, вы можете понять, что не так с вашим дженериком. То есть вы что-то написали, пытаетесь компилить, что-то не работает. То есть в итоге все ваши эти проблемы будут на этапе компиляции разрешены. Почитайте об этом. Немного слов, которые тоже неплохо было бы знать. Обо всех о них я рассказывать сейчас не буду. Вам нужно понимать, что такое wildcard, что такое typebound, то есть нижняя граница для типа, верхняя граница для типа. Нужно посмотреть, что такое bridge методы и row типы. Это все есть в ссылке с предыдущего слайда. Прям глава в Java Language Specification. Там можно это все прочитать. Примерно 10-20, наверное, листов. Нужных определений достаточно немного. Я вам специально их выделил. Соответственно, кто вообще слышал такие понятия, как co-вариантность, контр-вариантность в качестве типов. Вот если вы будете смотреть, что такое typebounce, вы встретитесь, наверное, с этими понятиями. Если коротко, то это примерно самая сложная часть Java. Ну, если не считать многопоточности, конечно. И ее неплохо было понимать. Давайте теперь разберемся с наследованием. И тут есть важная вещь, что если у нас объявлены два generic типа, таких как class от object и class от integer, при этом у нас вот такая декларация с generic класса, то у нас нет между ними отношения наследования, хотя при этом integer наследует object. Соответственно, отношения этого нет ни в какую сторону. Нельзя и с интерфейсами то же самое сделать. То есть нельзя сказать, что вообще когда-либо здесь есть отношения наследования или имплементации интерфейса, то есть из-э. Теперь немножко про наши ограничения и верхние и нижние грани для типов. Есть такие понятия, как вот этот t extends что-нибудь. Например, здесь можно было бы написать, что t extended comparable. Тогда это было, дало вам гарантию того, что вот этот, на этом t, который вы подадите в ваш метод или в ваш класс куда-то, что туда можно, во-первых, подать только то, что будет сравнимо, и в свою очередь вы можете эти сравнения вызывать. Вот. Соответственно, есть такие декларации, как вопросительный знак extends a, вопросительный знак super-a, это какие-то wildcard. То есть если вам на самом деле не важно, что скрывается под этим знаком вопроса, но под ним скрывается какой-то конкретный тип, вы можете его опустить, если нигде его использовать не будете. То есть если у вас на вход подали какое-то множество типа number, то и вам не важно, какая это конкретная чиселка, вам просто важно вызвать там что-нибудь, вы можете написать вопрос extends number. Все. Соответственно, вопросительный знак — это тоже wildcard. С ними мы будем разбираться, наверное, с этими тремя последними понятиями по ходу курса. Они встречаются достаточно часто, но в большинстве случаев их использование достаточно очевидно, по крайней мере, если хотя бы посмотреть на метод. Но еще в нашем контексте нас спасает то, что это все будет компилироваться, то есть вам каждый раз будут выводить предупреждение, если вы что-то делаете не так. Давайте теперь разберемся, то как же на самом деле работает вот это все затирание типов. Помните, мы объявили некий бокс от T, типа T. На самом деле в вашем байт-коде нигде не будет никакой информации о этом T вот в этом классике, который скомпилируется. Вместо этого у нас будут выполнены некоторые дописывания, так скажем, вашего кода. Вот видите, например, здесь у нас будет добавлено, когда мы делаем getContent из нашего бокса, а бокс это у нас стринги содержит, будет добавлен вот такой typecast. Но внутри класса вы увидите примерно вот следующий код. Везде будут все равно объекты, но это будет все типа безопасно, потому что язык берет на себя роль того, что контролирует это. Изучать дженерики просто так, это вот в одно ухо влетело, в другое вылетело. Поэтому мы сейчас посмотрим коллекции, как инструмент, который просто вовсю использует дженерики, и посмотрим, что с ними вообще можно делать. Давайте, чтобы вас немножко расшевелить, у меня есть квиз. Есть некий списочек, arrayList. Это лист, список интеджеров. Мы делаем следующие вещи. Добавляем туда единичку, добавляем двойку, потом еще добавляем, что-то много всего, два, три, четыре, пять, шесть. Удаляем интеджер два. А давайте теперь вот, чему равен размер этой коллекции? Что у нас осталось и что внутри? Какой size? Какие есть идеи? Шесть. Три. Три. Ну, давайте посмотрим, чего уж там. Пойдем. Кажется, у меня даже есть код, в который это можно все вставить. У нас был там hello world такой. На черном видно хоть немножко что-нибудь? Кажется, видно получше. Все, погнали. Давайте я вот это все вставлю в IDE. Продекларирую. О, видите, у меня сейчас что-то сломалось. Это значит, что мне нужно сделать несколько импортов. То есть в данном случае я заимпортил raylist, race и list из java.util. Давайте посмотрим теперь, что будет. Я выведу размер. лист сайз. Ну и посмотрим, что мне выведется. Были прогнозы, что шесть, были прогнозы, что три, но на самом деле вот видим шесть. То есть мы добавили туда раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь элементов и удалили один. Ну, казалось бы, довольно просто. Давайте что-нибудь посложнее теперь сделаем. Что будет, если мы заберем элемент два? Какой выдастся? Вот мы двойку удаляли. Есть вообще идея? Три будет. Три будет? Кстати, new integer, он удалит именно, приведет к int и удалит вторую по позиции или удалит именно как бы элемент массива? На то это и квиз, чтобы подумать немножечко. Думайте, я вам совсем простую вещь тут привел. у нас второй элемент по счету это в любом случае двойка. Ну, а давайте разбираться, как это вообще узнать. Вот вы ни черта не понимаете, что я написал. При этом вам нужно, например, проревьюить мой код, понять, что происходит. Вы идете и смотрите, что будет делать remove в данном случае. Вам говорят remove the first occurrence of the specific element from the list бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Вам написали, что делает функция remove. Вот. Вы это прочитали и вы можете сделать какие-то выводы. Ну, например, я сейчас попрошу get2. Вот. get — это get элемента по индексу, соответственно. Вы наверняка видели это уже где-то. И он мне выводит тройку по ну, довольно простым причинам. Во-первых, у нас индексация начинается с нуля. как в большинстве нормальных языков программирования. Ну, во-вторых, мы там удаляли двойку. Ну, то есть, соответственно, еще есть такая штука, как list contains 42. Давайте проверим, что он нам скажет. Ну, тут довольно очевидно тоже. Я сейчас запущу что он скажет, что вот в этом списке не содержится такой переменной, такого значения. Ну, то есть, вы видите, что мы раньше с вами никогда вообще не видели, с большинством, по крайней мере, как работает список. Но у нас есть какое-то интуитивное понимание, что с ним происходит. А если интуитивное понимание вот в данном случае, как с remove new integer не очень работает, то можно посмотреть документацию. Это я к тому, что в принципе осознать то, как работает коллекция довольно несложно. Сложно, если вы попытаетесь понять, что там еще внутри лежит. То есть, это потребует от вас больше вложения времени. Давайте смотреть частные теперь случаи. есть две очень популярные коллекции, которые реализуют интерфейс list. Первая из них это array list. То есть, здесь я вам привел то, как в иерархии классов это все находится. То есть, на верхнем уровне у нас, как и у всего, object, затем у нас идет abstract collection, потом abstract list, потом array list. То есть, каждый уровень абстракции добавляет каких-то свойств в эту коллекцию. Что тут важно понимать, что array list это динамический массив. Кому-нибудь нужно объяснять, что такое динамический массив? Надеюсь, нет. То есть, у него есть какие-то алгоритмы расширения, которые продиктованы внутренностями Java, его текущим размером и еще чем-нибудь. вот. Соответственно, какие интерфейсы он нам дает? Это list, serializable, clonable, collection и terrible. И random access. Есть идея, что такое random access? Кого-нибудь? доступ к случайным элементам? То есть по индексу? Доступ по индексу. Ну, доступ по индексу, ребята. А мы же давайте посмотрим. Казалось бы, такое должно нам давать. Random access. И что мы видим? Тут ничего нет. А нафига это вообще нужно? Вот зачем мы тогда слова там пишем, если ничего нет в нашем интерфейсе? Ну, что, вы можете это? Нет, в данном случае нет, но в целом неплохая идея. Тут написано, что это на самом деле интерфейс маркер, который нужен нам для того, чтобы понимать вообще, что мы, с чем мы имеем дело. То есть у нас есть некоторые алгоритмы, которые хорошо работают на структурах, которые random access, например, массив, и плохо работают на, например, двухсвязных списках. Как это работает внутри? Вы берете вашу структуру и спрашиваете, является ли она instance of random access, и дальше гоняете соответствующие вещи с ней. интерфейс интерфейс clonable и terrible. Это вообще все, с чего начинается в Java коллекция. Есть у меня слайдик тут? Нету. Clonable и terrible. Это интерфейсы самого-самого верхнего уровня коллекции. Что они позволяют? Они позволяют, вводят базовые операции. Terrible позволяет вам получить какой-то итератор на коллекцию, то есть то, с помощью чего вы можете проходиться по ней. А collection добавляет еще некоторые методы. Мы посмотрим на это все. Clonable, не обращайте внимания на это. Serializable тоже пока не очень интересно, но в принципе можете почитать, что это такое. Ну и самый-самый важный интерфейс это list, который дает нам некоторые свойства списка. Так, давайте рассматривать конкретные методы. это интерфейс list уже, который extended collection в свою очередь. И видите, у нас тут generic type. Это элемент type. Это то, какими элементами являются у вас сущности в коллекции. То есть что у нас есть? Get, set, add, remove и sublist каким-то образом. Это то, что важно есть в листе. Соответственно, вы можете забрать по индексу, положить по индексу элемент и назначить ему какое-то значение. Вот set для назначения нужен. Или его же удалить. соответственно каждый из этих методов возможно если это продекларировано или в документации опишено может вызвать какой-то exception тот или иной. Поехали разбираться с то, как это устроено. Поскольку вы знаете, что такой динамический массив мы сейчас быстро пропустим. Добавляем нолик, добавляем единичку, у нас что-то появляется. Изначально array проинициализирован каким-то количеством элементов. Например, десятью. соответственно когда мы подходим к концу у нас идет расширение в некоторое количество раз. То есть after resize. Вот. А теперь вопрос. Есть такая операция как capacity и есть такая операция как size. А в чем между ними разница? Вот в принципе ну как между словами так и между понятиями соотносительно array листа. Какие предположения? Разница между занимаемой реально памяти или количеством элементов которые реально что-то значит не ну то есть вот как видим здесь вот size это то что вот занято а capacity это вообще все. То что было аллоцировано под этот массив. Соответственно например вы знаете что у вас в массиве сто тысяч элементов а вам в java в какой-то момент на девяносто девятитысячном еще в два раза увеличило массив а как сделать так чтобы было ровно столько сколько нужно вот какие есть алгоритмы например в других языках или какие способы есть ну вот например есть такая у нас тоже есть что-то подобное у нас есть такая штука как trim соответственно вы пишете структура trim и вам дальше ее подрезают под тот уровень который вам нужен или в конструкторе напрямую вы можете задать сколько у вас будет в вашей коллекции ее размер ожидаемый и дальше уже соответственно ее наполнить соответственно time capacity по основным операциям кроме contents и remove это от единицы тут я надеюсь ничего объяснять не надо если непонятно спросите потом сами у меня это про random access я уже вам объяснил то что он нужен для обобщенных алгоритмов лист это в том числе коллекция то есть он забирает у нашей коллекции некоторые методы то есть это взятие размера contents add remove и взятие итератора о котором я уже говорил коллекция это вообще представление некого множества условно говоря объектов ну то есть множество не с точки зрения математического в котором элементы единожды могут находиться а множество с точки зрения вот какой-то более обширного то есть группа объектов давайте посмотрим что значит то что коллекция это итерабл итерабл может вернуть нам некий итератор и с недавних пор у него есть дефолт метод for each то есть для любой для любого итерабла мы можем взять и по нему пройтись и выполнить какой-то экшен и вот первое место где мы видим wildcard с декларацией супер это наш консюмер то есть что-то что принимает на вход элементы и по ним что-то делает в данном случае for each возьмет какой-то экшен который выполнит для каждого элемента этой коллекции ну и соответственно очень простая штука итератор взяли boolean hasnext если есть следующий элемент и сам этот элемент который можно извлечь соответственно у нас есть интерфейс коллекции и достаточно много кто его реализует самое важное это множество set list и q очередь а а теперь какие виды у нас вообще имплементации листов существует это raylist который мы посмотрели это copy on write raylist то же самое только в каждый раз когда вы выполняете операцию которая модифицирует этот массив у вас будет выполняться его полное копирование и дальше возвращаться ссылку на новую структуру фактически это сделано для того чтобы у вас в многопоточной среде не было никаких проблем с concurrent модификацией соответственно есть linked list и есть такая штука как вектор вектор это коллекция которую уже сейчас фактически не используют потому что на ней все операции синхронизированы и работает это очень медленно в многопоточной среде появилась на заре вообще java вот copy on write copy on write array list соответственно мы видим изменения в временной сложности то есть операции которые модифицируют add и set у нас вместо o от 1 стали o от n соответственно потому что нам нужно применять копирование погнали дальше теперь разбираемся с двухсвязным списком с linked list соответственно здесь вы можете просмотреть его иерархию я не буду ее диктовать вам соответственно есть интерфейсы которые он отдает в частности это список очередь и остальные чуть менее нам интересные то есть вот видите здесь есть реализация кью то есть если вам где-нибудь понадобится очередь логично смотреть на linked list соответственно надеюсь тут тоже есть более-менее понимание как это работает у всех если у кого нет понимания как работает двухсвязный список хорошо давайте тогда быстренько есть нот то есть элемент двухсвязанного списка в нем значение которое у вас задается дженерик типом и ссылка на предыдущий и на следующий элемент вот так это все работает аллокация добавляем следующий элемент чуть-чуть переписываем ссылки на следующий на предыдущий есть еще дальше ну то есть переписывание ссылок это фаза линковки а аллоцирование в ней мы просто создаем новый элемент то есть создали элемент переписали ссылочки на него если надо что-то где-то проитерироваться по linked list то соответственно мы идем читаем эти ссылочки дальше читаем следующие соответственно сложность в данном случае у нас только добавление то есть добавление в конец работает за от единиц все остальное работает за от n возможно у вас появился вопрос а зачем нам тогда такая структура если все с ней так плохо ответ в том что действительно структура не очень скорее всего использовать вы ее будете очень редко но вот когда вам захочется реализации очереди вам уместно ее использовать в остальных случаях дважды подумайте прежде чем писать слово linked list дальше интерфейс множество то есть тут есть определение соответственно это какая-то структура в которой нет одинаковых элементов но одинаковых их нет не с моей не с вашей точки зрения а с точки зрения метода equals то есть в какой-то момент при добавлении инициализации элементов этой коллекции у вас будут проверяться а вот у нас есть этот элемент уже в коллекции или его нет и в противном случае если его нет он будет добавлен если есть ну например ничего не случится но это уже дается на откуп каждой конкретной коллекции так вот а давайте если у нас действует метод equals а как может оказаться что в коллекции все-таки находятся два одинаковых элемента equals плохой а как можно его испортить ну переписать его хорошо то есть смотрите классическая ситуация е1 equals е2 но при этом е2 не equals е1 то есть у вас обратное неверно при этом в одну сторону если вы будете добавлять у вас будет все хорошо но как только вы попытаетесь что-то сделать соответственно у вас отношение equals испортится из этого вытекает такое довольно очевидное свойство у вас отношение equals должно выполняться в обе стороны вот если вы хотите чтобы все эти структуры правильно работали которые на него опираются и это прямо в документации вам написано итак какие у нас есть операции над множеством точнее не операции имплементирующие вещи множество это hash set 3 set какой-то enum set конкурентский please set и другие есть у вас представление вот например из этих слов вам знакомо все в классе new set что это примерно такое вот вы знаете что такое new теперь у вас есть определение сета есть предположение ну да соответственно это set который может содержать только элементы какого-то enum ну казалось бы не самая популярная штука но она вот есть давайте поговорим о чем мы там сначала поговорим о hash set как самой наверное популярной реализации вообще множества есть такое понятие как hash table кому оно встречалось когда-нибудь на любых курсах всем не буду рассказывать что это такое в частности скажу просто то что у нас есть некое отображение из объекта в какой-то хэш-код который ему соответствует соответственно объектов много хэш-кодов поменьше нам когда-то приходится разрешать коллизии есть несколько вариантов разрешения коллизии это группировка по бакетам или сквозная по всем дальнейшим кодам хэш-кодам которые могут у нас присутствовать но важно то что хэш-сет нам не предоставляет никаких гарантий на то что если мы по нему будем итерироваться а вы видели что по коллекции можно итерироваться по любой хэш-сет это коллекция у нас не будет никаких совершенно гарантий на то в каком порядке встречаются в нем элементы вот так это примерно все выглядит с методикой раскрытия тех или иных коллизий в список то есть что-то у нас попало в ячейку два мы его добавили в какой-то списочек тут важный момент что списочек на разрешение коллизий это все хорошо но когда он становится достаточно большим у нас получается то что мы по нему достаточно долго итерируемся вот и в одной из недавних версий в java это все чуть-чуть поменяли таким образом что если у нас элементов достаточно много уже в этом списочке мы из них делаем дерево которое соответственно дает более быстрый поиск итак основной контракт нашего хешкода и метода equals если два объекта а и b соединены отношением equals то у нас хешкоды а и b должны быть равны но обратное условие у нас вообще говоря может не выполняться то есть если у двух элементов хешкоды равны то между ними не обязательно есть отношение equals и важное свойство это durability хешкода ну то есть то что на протяжении всего жизненного цикла объекта если вы его пытаетесь пихать в какие-то коллекции у вас должен быть одинаковый хешкод то есть если вы создаете объект переопределяете у него функцию хешкод а потом хотите постоянно еще модифицировать какие-то поля в этом объекте какой есть вариант не включить это поле в алгоритм получения хешкода все и тогда вы будете спасены но тогда вам скорее всего не придется включать его и точнее придется не включать его и в метод equals потому что у вас нарушатся некоторые свойства у объекта всегда одинаковый хешкод потому что мы ну во-первых если мы так сделали то у него всегда будет одинаковый хешкод никакой хешсет и коллекция не влияет на хешкод объекта не влияет на хешкод объекта вот хешкод вообще это метод класса object если помнишь вот соответственно корни идут оттуда конечно можно ты можешь сделать хештаблицу не уверен что она получится именно хештаблицей тебе просто нужно заимплементировать интерфейс хеш хешсет все в хешсете у тебя есть некоторый набор методов которые нужно заимплементить дальше делай с ней что хочешь это все твое можешь отнаследоваться от хешмап и переопределить пару методов например как хочешь тут волен делать со своим кодом что угодно так погнали дальше так еще раз general contract из эквивалентности объектов следует равенство их хешкодов обратное может быть не выполнено сложность основных операций в хешсете это от единицы при хорошем выборе хеширующего алгоритма тут важно отметить что если у вас везде хешкод будет выдавать единицу то вы получите везде весело линейную сложность просто уатен ну вот то как выбирались вообще алгоритмы хеширования в java это отдельный довольно большой вопрос о нем рассказывать не буду но можете например посмотреть как получается хешкод от строчки в классе string как переопределен метод хешкод это вам даст какое-то представление о том как вот в общем случае это делать 3 set это все то же самое что и хешсет только у вас все хранится внутри дерева соответственно у вас есть какое-то отношение порядка на вашем множестве то есть для того чтобы у вас было какое-то отношение порядка вам нужно уметь сравнивать элементы тут в игру вступает компаратор или интерфейс компарабл давайте посмотрим что тут происходит ну мы видим здесь какое-то двоичное дерево поиска в нем соответственно выполнены варианты двоичного дерева поиска примерно так все это устроено только скорее всего там еще будет что-то раскрашено в красненькие в черненькие цвета еще применены какие-то специфические алгоритмы то есть там все достаточно сложно и люди которые в команде java работают над алгоритмами коллекции они вообще очень-очень много делают и оптимизируют но только тут смысл в том что оптимизировать это с инженерной точки зрения надо чтобы у вас на большинстве платформ это давало какой-то профит compare to это некоторый интерфейс который позволяет нам реализовывать comparable comparable это функциональный интерфейс в нем есть один метод как следствие этот функциональный интерфейс можно определить как лямбда выражение то есть в какой-то довольно приятной синтаксической форме мы увидим ее чуть позже просто пока определяем то как выглядит интерфейс comparable соответственно вы думали все просто на самом деле не очень у нас есть еще одно отношение между compare и equals ну казалось бы вещи достаточно близки друг к другу значит они должны как-то быть связаны и того мы получаем что если мы видим что здесь выдается во-первых compare to int посмотрите что написано в документации почему это сделано именно с int а не с boolean каким-то если у нас есть отношение эквивалентности между a и b и они equals то у нас должно быть сравнение через compare to выполнено и равняться нулю тут соответственно хороший вопрос на слайде написано а что если у нас где-то есть null что делать как сравнивать equals там compare to что делать идея ну если null то ловить исключение а что ловить то зачем что поймаешь и что дальше то не равно на самом деле тут пошли немножко достаточно прямым путем и сказали что если объект null то давайте просто null pointer выбросим то есть ничего не знаю null pointer ловите сами разбирайтесь и это действительно может быть выброшено посмотрите на это в описании методов это легально соответственно поскольку у нас есть дерево основные операции с деревом работают за время пропорциональное высоте этого дерева поскольку дерево сбалансировано это логарифмическая величина так мы с вами разобрали то что является коллекциями но есть еще такие штуки как отображение map dictionary называйте как хотите в java принято называть их мэпами что происходит у нас ключ отображается в значении и есть еще два таких generic type это key ключ и значение k и v соответственно у нас не может содержаться одинаковых двух ключей в этой карте и по каждому ключу у нас есть не более одного значения если мы пытаемся его забрать соответственно какие есть методы get put remove и contains key это основные а теперь хороший вопрос а почему map это не является коллекцией то есть видите у нас в интерфейсе здесь нигде не продекларировано что он extend коллекцию почему он не является коллекцией ну поговорите со мной ну какие идеи у нас в коллекции есть какие-то методы ну вот нормальное замечание а как вообще итерироваться по мэпу на самом деле это можно делать и это часто делают но фактически ответ дают нам создатели java где-то в одном из факов то ли на стеклоферфлоу то ли еще где-то я не помню откуда я взял эту цитату то что говорят что ну просто это by design мы так сделали мы так видим мы почувствовали что маппинг это не коллекция потому что а что было бы если бы элементы какими должны бы быть элементы если бы это были примерно одинаковые структуры которые имплементят один и тот же интерфейс давайте разбираться какие у нас есть имплементации в мэпе это соответственно хэш мэп три мэп линкет хэш мэп и анимэп первый второй и четвертый наверное я не буду вам рассказывать примерная идея такая же как и в множествах то есть в хэш мэпе на самом деле хэш сет это урезанный хэш мэп у которого можно считать что нет никаких значений только ключи соответственно три мэп это урезанный три сет это урезанный три мэп и нюмэп это фактически тот же хэш мэп только у которого ключи в качестве элементов и нюмэп ну конечно реализация там отличается от хэш мэпа но можно его так воспринимать а линкет хэш мэп мы с вами рассматривать вот сейчас прям не будем посмотрите что это такое соответственно у нас все сложности алгоритмические переходят с хэш мэпа и три мэпа на хэш сет и три сет ну и обратно в качестве внутренности тут предлагается такой пример но я с вами его уже немножко вам немножко его уже рассказал это например если у нас после хэширования попадают чиселки в одинаковый диапазон и соответственно нужно нам каким-то образом коллизию решать мы с вами посмотрели что такое дженерики мы с вами посмотрели что такое коллекции я надеюсь я у вас в коде никогда не увижу system out println но вы все будете логировать через правильные логеры настроенные вы более-менее должны теперь разбираться какие структуры данных какие коллекции когда использовать и немножко представлять что лежит внутри у них и как ими оперирует джава мы посмотрели какие какой есть general contract на хеш-код equals и compare to и соответственно немножко поразбирались с коллекциями и сделали практику по linkedin list давайте теперь немножко о домашнем задании мы предлагаем вам реализовать собственную игру это это игра быки и коровы соответственно все описание вы можете почитать здесь по ссылочкам ваша задача сделать pull request в branch homework 2 и вы можете использовать словарь из слов которые мы для вас генерировали из dictionary text где-то там в homework соответственно дедлайн 14 марта и можно за него получить 7 баллов давайте немножко разберем вообще какие стадии есть в любой игре и ну не в любой игре в нашей игре и во многих других во-первых что мы делаем сначала ну быки и коровы вообще кто представляет что это такое хорошо большинство это какая-то просто консольная игра в нашем случае вы пишете какой-то welcome текст типа здравствуй наш дорогой юзер после этого ваша игра достает какое-то рандомное слово из вот этого dictionary text и его мы пытаемся отгадать соответственно вам дается длина слова на выходе в этом втором шаге чтобы можно было что-то гадать игра дает вам 10 попыток иначе вы проигрываете то есть у вас есть какой-то цикл который работает с пользовательским вводом если вы выигрываете вам какие-то поздравления пишутся если проигрываете вам говорят что вы лузер и потом плееру предлагается начать новую игру вот такой у нас примерно игровой игровая последовательность игровой цикл соответственно вот давайте посмотрим наш примерчик тут ничего не видно смотрите у себя в слайдах мы написали какой-то welcome текст а дальше мы говорим что добро пожаловать мы будем отгадывать слово из четырех букв на самом деле это java чуваки пишем атом ну у вас нет быков одна корова пишем лава у вас три быка и так далее пишем java мы победители хотите сыграть еще нет все до свидания немножко о реализации что нам нужно вам нужно разработать стендалон игру то есть у вас есть приложенка которая работает на вашей тачке и работает с консольным вводом выводом ваше приложение должно стартовать через консоль командой java-jar bullsandcaus .jar это обязательное требование мы не хотим смотреть в идею когда будем это все ревьюить и вам нужно рассмотреть все ситуации когда работает вы будете работать с пользовательским импутом есть тут одно тоже хорошее правило пользователь идиот он может сделать все что угодно поэтому вы должны предохранить его от самого себя и предохранить вашу программу от пользователя вот пожалуй и все спасибо что слушали меня оставьте обратную связь и да пользуясь случаем хотим поздравить девушек с наступающим праздником и соответственно увидимся с вами на следующей лекции субтитры субтитры